Перед нами сейчас лежат четыре предмета. Мы считаем их топовыми лотами. Это первое издание «Горе от ума» Александра Грибоедова 1833 года. Первое издание первой книги Александра Пушкина Руслана Людмила 1820 года. Записная книжка Анны Ахматовой. Под целлофаном история Анны Ахматовой. Записная книжка на обложке, аккуратно вырезанная из газеты «Зал Зимнего дворца». С этим дневником она не расставалась четыре года. С 1955 по 1959. Излагает свои мысли по поводу литературной жизни Москвы или какие-то свои собственные заметки. Почерк у нее характерный. Спутать его невозможно. О размышлениях и переживаниях царицы русской поэзии можно узнать, заплатив 960 тысяч рублей. Это стартовая цена на аукционе. Пройдет он в манеже, а полученные деньги – благотворительным фондом. Фиолетовыми чернилами она торопливо, где-то совсем неразборчиво писала о своих планах. Самое важное подчеркивало красным карандашом. Вот интересная запись от 13 мая 1956 года. «Самоубился Фадеев. Трагическая и неожиданная весть, которую многие даже и не предчувствовали». Это строки о писателе молодой гвардии Александре Фадееве. Они не дружили, общались мало, но в 1951 именно по его предложению Анну Ахматову восстановили в Союзе советских писателей. У нее была тяжелая судьба. Как известно, она похоронила и сына, и мужа. Но стойко переносила все тягости и горести. Жила не в простое время, поэтому, я думаю, характер у нее закалялся каждым годом все сильнее и сильнее. Книжный бриллиант для библиофилов. Первое издание поэмы Руслана Людмила. Это самый дорогой лот – 2,5 миллиона рублей. Примечательно то, что фронтиспис опоздал к выходу самой книги и рассылался потом подписчикам отдельно. Фронтиспис – это картинка, вплетенная перед титульным листом. Это переплетал сам читатель, это владельческий переплет. Иллюстрация сюжетов из поэмы. Книга издана в Санкт-Петербурге в 1820 году. После лицея Пушкин работал на дне около трех лет, но признавался – замысел богатырской поэмы возник еще во время учебы. Самый бюджетный лот на аукционе в этот раз – письмо Фаины Раневской подруге и журналистке Татьяне Тесс. Вот только кинодива, как всегда, шутила и проверяла друзей. Писала не от своего имени. От имени некоего Афанасия Кофинькина. Видел много сортов колбасы, и коих в малых херах не имеется по причине нашего бескультурья. Видел станции метро. Но Фаина Раневская вообще никогда не скупилась на крепкие словцы. Она потрунивала над Татьяной Тесс, чье журналистское творчество называла сопли в сахаре. Наслаждение остроумными строками актрисы обойдется в 20 тысяч рублей. Всего на торге выставят 50 лотов. Такая цифра не случайна. В честь 50-летия Золотого кольца. В этом году юбилей главного туристического маршрута страны отпразднуют с размахом. По городам пройдет автомотопробег и в каждом концерт и звезд эстрады. Аукцион – начало мероприятий. На торге выставят и книги об истории Владимира, Суздаля и Ярославля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова